В этот день, 17 ноября 1708 года, на российской части Украины, произошло переизбрание Гетмана, воинского командующего. Вместо Ивана Мазепы, который перешел на сторону Швеции, занял Иван Скоропадский. В 1757 году была основана Императорская академия художеств. Одним из ее отцов стал князь Иван Шувалов. За два года до того он основал Московский университет. В этот же день 1804 года были основаны два новых университета в Харькове и Казани. Также был принят новый университетский устав, дававший этим учреждениям большей свободы. 17 ноября 1970 года первый советский луноход сошел на поверхность земного спутника. 10 ноября 1970 года с космодрома Байконур стартовала межпланетная станция «Луна-17». Это было время негласного соревнования лунных программ между двумя супердержавами США и СССР. К тому времени американские астронавты уже дважды побывали на Луне. Советская же станция впервые в истории должна была доставить на поверхность Луны первый автоматический планетоход. Луноход-1 представлял собой гибрид летательного аппарата и вездехода. Каждое из восьми колес планетохода было ведущим, у каждого из них был свой электродвигатель. В приборном контейнере находилась сложная научная аппаратура. Питание ее осуществлялось за счет солнечной батареи. Масса «Луноход-1» составляла 756 кг и высота 192 см. 17 ноября 1970 года в 6 часов 46 минут станция мягко села на Луну в море дождей и луноход съехал на Луну. Начались исследования. Срок эксплуатации самоходного аппарата был рассчитан на три месяца. В лунный день, а он длится 13 с лишним земных суток, чудо-аппарат нагревался от Солнца до 150 градусов по Цельсию. В лунную же ночь температура опускалась до минус 170 градусов. Земля, благодаря наличию атмосферы, подобных суровых условий, конечно, не знала. Любопытно, что луноход дистанционно управлялся специально подготовленным экипажем. Причем едва ли не основным критерием их отбора было то, что ни один из них не имел никакого опыта вождения, никакого другого транспортного средства, даже не садился за руль мопеда. Все это для того, чтобы земной водительский стаж не помешал в управлении лунной машиной. 11 членов экипажа управляли аппаратом по очереди по 2-3 часа. Первоначально планировался более широкий временной график, однако напряжение было таково, что через пару часов вождения люди выматывались окончательно. Связано это было со временем прохождения сигнала между двумя планетами. Туда и обратно он шел чуть менее, чем за 2 секунды. Примем во внимание, что иногда телевизионная съемка поверхности Луны велась со скоростью до 1 кадра в 20 секунд. Получается, что задержка в управлении аппаратом доходила до 24 секунд. Операторам лунохода нужно было рассчитывать движение на несколько шагов вперед. 20 февраля 1971 года по окончании 4 лунного дня программа исследований была завершена. Однако луноход мог продолжать работу, и тогда была составлена дополнительная исследовательская программа. Всего русский аппарат проработал 10,5 месяцев. За это время он проехал 10,5 км по поверхности, передал более 200 телефотометрических панарам и свыше 200 тысяч видеокадров. Интересно, что пилоты лунохода так мастерски научились управлять машиной, что 8 марта 1971 года они дважды нарисовали колесами цифру 8 в честь женского праздника. 30 сентября того же года аппарат не вышел на связь, исчерпался ресурс из отопного источника подогрева в ночное время суток. Так что общее время его работы составило 301 день 6 часов. Это было в три раза больше задуманного. Долгое время точное местонахождение нашего аппарата не было известно, но спустя 40 лет американский физик Том Мерфи с помощью космического зонда получил снимки потерявшегося космического ветерана. А потом был еще «Луноход-2». Он проработал на нашем спутнике 4,5 месяца. В 1976 году полетом межпланетной станции «Луна-24» была завершена вся лунная отечественная программа, но тот след, который оставил «Луноход-1», навсегда останется в памяти любящих космонавтику, да и просто отпечатается поверхностью Луны. Как считается, мрачная природа спутника может сохранять следы до миллионов лет.